Всем привет, друзья! 17 марта. Уже в хозяйстве, уже в делах все, в заботах. Продолжаем обслуживание трактора ТС-50К. Сейчас займемся тем, что будем доливать масло в мосты трактора. Принял себе нагнетатель. В прошлый раз, как говорил, заливаем в мосты отработку. Ну, кто скажет, все печально. Ну, я скажу, бог с ним, с мостами, в принципе. В принципе, конечно, да, нужно бы заливать положенное масло. Так, для заправки используем нагнетатель. У меня в данном случае комбайновский сакурс, если не ошибаюсь, нагнетатель. Там еще где-то мне будут толстки, но меньшего объема. Для залива используются две пробки, которые поочередно могут быть как и заливными, так и контрольными. Сейчас вот взял чуть выше пробка, которая стоит, в нее залью. В принципе, как потекет, в принципе, можно закручивать. Ох, е-мое, как она нехорошо сделала. Здесь комодик бы надо. Ой, так, придется нам подремонтировать немножко данную трубочку. Сейчас под упровочкой возьму вязальный. Комод нужен нормальный. Может, у меня есть что-нибудь здесь? Сейчас посмотрим. Хмуты старые только советские остались. Тут, видать, тоже у меня ничего нету. Ладно, сейчас я пробочки помотаю. Так, ну удалил я масло в районе где-то 10 литров на каждый мост. Наливаем мосты, как и на всем тракторе, по половине крышки. У меня здесь вот стекла стоят. Бывает, пробки стоят. Но ни хрена на череселке не видно, поэтому пользоваться лучше этими пробочками при заливе. Устанавливаем их горизонтально. Заливаем. Одну откручиваем как контролку, другую как заливаю. Можно даже пользоваться одной, как я сегодня. Сейчас займусь уже... Наверное, я вот хочу поменять ремень на помпе. Ну, компрессорный ремень, в принципе, нормально. Натянутый пойдет. Потом, наверное, я принесу аккумулятор, друзья. И, может быть, советую заведу его. В принципе, есть там кое-где утечка воздуха сзади. Можно будет посмотреть ее. Ну, и вообще, надо плавно цеплять культиватор уже, смотрите, культиватор. На 150-м нужно будет прошприцевать выжимной, подтянуть карданы. Но это надо лезть под него, это надо выбирать сухое место, идти на асфальте. Это я тоже сделал попозже. Может, потеплеет вот как-нибудь. Сейчас вот задача хочу ремень. Начальника сейчас нет, у нас уехал в Рязань по делам. Будет с обеда теперь. Максим продолжает что-то там со стрелой. Есть загвоздки во втулках, во пальцах. Стрелу, которую он смастерил на погрузчик ТО-30. Так что там вот дядь Вить занимается с зилом своим, с устресатом. В общем, у него задний борт, гидроборт загрузки семян, был куплен в помощи хозяйств, когда они работали. Не под этот зил, а вот под зил, на котором типа Максим работает. С квадратной мордой, с удлиненной базой. В общем, у него дверь водительская не открывалась из-за того, что труба длинная. И они вот взяли, укоротили трубу со шнеком. Трубу уже сварили, сейчас там шнек нужно переделать. Олег там собирает двигатель, теперь на меня может обидеться, скажет. Не помогает напарник. Хотя, народу у него там было порядочно. Ну, боюсь, как бы он там не один сейчас остался. Что-то все там перебросили свою технику. Так, теперь чего? Теперь нужно нам Открути крышку на помпе И извлечь ремень. Так, Максим производит полевые испытания своей установки. Да, Максим конечно сварщик, блин, я не знаю, ну от Бога. Хотя он не дипломированный специалист, он просто самовучка, но варит он. Лучше в хозяйстве у нас никто не варит, кроме Максима, то есть шовчик. Шовчик, то есть. Никаких претензий. То есть человек в этом плане профессионал. Максим сделал крюк жесткий, чтобы можно было обойтись без подручных рук. Так, уже собираю на место я, в принципе, эту конструкцию всю. Но то, что я обозвал крышкой, является шкивом состоящих из двух частей на помпе. Вот снял половинку шкива, установил регулярные пластинки на место. Ремень у меня здесь нестандартный, никакой должен быть стоять. Стоят здесь ремни 887, у меня здесь стоит ремень от компрессора привода, это 937. Достаточно легко запомнить, друзья, все те ремни, все кончается на 7. Вот. Генератор ремень здесь, правда, 850, но он, правда, и узкий. На МАЗе еще есть ремни привода насоса гидроусилителя руля. Это, в общем, там у него ремень 987. Сейчас закручу, посмотрю, как будет натянутый. Сильно не натягивание, друзья, потому что нагрузка на помпу... Бомба быстрее разваливается. Хорошо, когда у вас помпа проворачивается от руки. То есть при натянутом ремне у нас все равно крутится от руки с усилием. Это, в принципе, нормально. Серега культиватор лапку делал на асфальте. В общем, принес аккумулятор свой красный, поменял их местами. Сделал так, чтобы с хорошего черного аккумулятора шло как раз 24 вольта именно на стартер. Уж этот я красненький оставил там. Ну, подзарядился, в принципе. Кое-где плотность различается. Где-то и 27, где-то есть и 25. Думаю, летом покрутит ничего, позаводит еще его. Серега разворачивается. На место, наверное, хочется рядом со мной встать. Наверное, попробуем с обеда завести, залить воду. И, наверное, по цепи попробуем культиватор. Будем заниматься параллельно и культиватором, и параллельно с трактором. Молодец. Выкинулся на улицу. Тихо стало. Вот так трактор работал бы, хорошо было бы. Тихо. Но вишну в идеру rush. Да, на бер��. Во-вторых. Это двадцатый. подкова на учет круглую не гнуть сейчас подкова прикрутить как хочешь и чего блять за пазухой мой счет все на поле не знаю не помню а давай мне туда ну теперь конечно все а чё-то мой мой должен траты мне очень не помню такого вы разве был был ты помнишь нет может ничего не смотрели я такой хуйни мне дадут был ты ебанулся на даху его пока выкинем в пизду был нормальный но меч не везет я не нахожу какую-то кубля ким ламы нахожу блять лимиха лимиха грины хусь и тетичь долбуха а это ремни нормально а запасы не покупал почемники нормально болтается мы перебирать когда за прошлый год под запрос когда это когда протеканта нас был там в ангаре перебирали в ангаре мы разбирали я на телефон даже снял да мы чуть-чуть для погода хуебы вы прямо там вон ее в ячмень где олег состоит там ее раскидывали там все это я и твою ножки да тоже тоже там был ты как я блять про молоток них а не помнишь также ты как кадушку разбирают ребят ладно хама имя почему нет память снег накидать нах попробуешь покрутить нах кидает она самая старая ебать со мной гнилая в дорожной купили тоже лицель машина разбрасывайте прицепной на тон 200 такой маленький песок поухло раскидывать да да колесики такие небольшие блять у ней одинарный гидромотор стоит и наверное кадушку него от колес приводится в вращение нах колесо такой блести пневматической нахуй колес а гидравликой транспортирована приводит уже нет и не помню как вот так залил воды ходил опять в то же самое болото которым я забирал воду прошлый раз сейчас нужно завести трактор и посмотреть все фильтра все места где сливал где менял где промывал поменял ремень тем более посмотрю как ремень вращается и он сейчас возможно сядет на свое место поработая фильтр кпп главное чтобы не потек бывает такие моменты когда ставишь заводишь день раз не посмотрел так вот в поле промыл его собрал поехал смотрю меня давление уже меньше меньше кпп смотрю у меня масло уходит блага была собой 10 десяткой масла и была десятка литров масла у олега в общем вот это аккуратнее всегда при работе то есть смотрите чтобы течь не было особенно когда она ручьем ну бывает сопли конечно да сопли уж это бывает не бывает не избавишься пока полностью что-то не разберешь пока чуть не снимешь ладно сейчас мы сразу насос включим смотреть рычаги чтобы все были выключены на гидросистема все есть опасения которые мне внушает от 1000 фильтр масляный которыми мощь все там цвет колечко круглые колпак уплотнение с квадратным сечением вот она очень частенько уже проминать такой степени что одни держит ладно пробовать заводить заглох из чего заглох из того что из того что фильтр менял сухая и ремень ровно уколит все, заебись все, друзья, сейчас пока и бедра отнесу пока посадят погреется посмотрю сейчас и, наверное, сейчас надо выдугить на сваль будут протягивать карданы и постараюсь сцепить сегодня культиватор КПС-8 а ты иногда такая холодная но иногда ты сочная потная ты ненавидишь мое окружение я приготовлю сопротивление буду без жалостей словно Бен Лада мягок и ласка с тобой последний путь тебе отправлю и буду вечно молодой последний шаг тебе оставлю ты знаешь, я посреди герой давай герой давай герой а ты так похож на статую мумию на недотрогу вечной осенью ты разбила мое отражение я приготовлю солнце с отменья буду холодной и черной луной вечно бродить за тобой последний путь тебе отправлю и буду вечно молодой последний шаг тебе оставлю до ночи я посреди герой готов thick у меня придётся поздно евро тебе опять здесь это не это быстро я почти Последний путь тебе отправлю И буду вечно молодой Последний шаг тебе оставлю Ты знаешь, я последний герой Последний путь тебе отправлю И буду вечно молодой В общем, пра шприцевал все, что ползу масленки на тракторе Тоботницы так называемые Сейчас так же подтянул карданы И, наверное, же подъеду к культиватору Берем хотя уже к четырем Но хотя подъеду и парковка цеплю А у шланги накинут завтра Там сейчас со шлангами разбираться надо Они сейчас кручные Какой-куда Что-то прибор на КПП неровно работает И зарядка дрыгает, падла Дрыгает, но где-то что-то не пробивает Все, вот завел опять, здесь была весь зарядка И вот сейчас он подрыгивает Ладно, едем к культиватору А дальше посмотрим Попробуйте его приподнять бы, конечно бы А еще, может, успею приподнять его А еще, может, успею приподнять его А еще, может, успею приподнять его Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На фаркопе... Чуть и сразу же закрывается... Одному плохо себя цеплять на 150м... Очень плохая обзорность в плане вот этого фаркопа... Его не видно практически... Ну, вроде бы получилось все... Не хотелось бы просто идти ни за кем... Взывать... Все, вот пробку... Отвяжу... И... Может быть успею накинуть... Шланг... Ладно, боксим... У меня вот стойки... Оцеплял, выкидывал... Сейчас разбираемся со шлангами... И попробую... Поднять его... Вроде бы здесь вмерших не так много лапок... Думаю выковырну его... Так... Вроде бы подсоединил... Вроде бы даже правильно... Пойду попробую... Сейчас какую-нибудь камерку поставлю... Чтобы вам было видно... А то время же обед... Ой, обед... По домам, точнее... со двери... Уawa... Кто только... Утуся... Утусь... Утащить... Утащие... По домам... Пот funding! Утащий... Не готовлю ли праву сленок... Утащий... См момент, Утуся... Утащий... Выqua загадок... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...